поговорим я хочу не не таким определенным чем-то поделиться с вами относительно мудрости мудрости мы будем изучать много о мудрости потому что господь много сказала мудрости в священном писании давайте посмотрим девятую главу в девятой главе что сказано о премудрости и попытаемся пророчески истолковать определенные вещи чтобы знать как взаимодействовать с премудростью в духовным в духовных сферах потому что премудрость это дух и нам нужно на духовном уровне взаимодействовать с премудростью нам нужно но нам нужно научиться нам нужно прочитать священном писании и изучить инструкции чтобы мы знали как каким образом взаимодействовать с духом премудрости каков протокол каковы инструкции взаимодействие взаимоотношения с премудростью и мы будем смотреть на это и так 9 глава 1 стих премудрость построила себе дом и мы говорили что премудрость она строительница она знает как строить она умеет строить у нее всякий чертеж всякого правильного божьего строительства который она пророчески хочет высвобождать в нашу жизнь чтобы устроялась церковь нужна премудрость чтобы устроялась семья нужна премудрость чтобы устроялась служение нужна премудрость чтобы устроялся город Нужна премудрость. Без нее строить нельзя. Ничего не получится. У нее нужно учиться строить. Притча 24.3. В подтверждение этому. Мудростью устрояется дом. Потом мы будем читать позже в этом месте Писания, что дополняется. Мудростью устрояется дом. Также можно быстро посмотреть исход. 31 глава. Третий стих. С первого стиха читаем. «Находящийся в тени Господа. Находящийся под сенью Господа. Веселил под сенью Господа. Под покровом, под осенением Господа». Сына Ориева, сына Орова из колена Иудина. «И я исполнил его Духом Божьим». Внимание! Мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать с разными инструментами, с разными материалами. «И вот я даю ему помощника, Оголиава. Дом Отца, Оголиав. В Доме Отца». Переводится. «И в сердце всякого мудрого вложу мудрость. Не в сердце всякого глупого, а во всякого мудрого вложу мудрость. Мудрость. Дабы они сделали все, что я повелел тебе. Скиню и собрание, и ковчег откровений, и крышку на него, и все принадлежности, и т.д., и т.п. Т.е. Бог избрал и утвердил определенных личностей для строительства. И он обеспечил их способностями, как искусных мастеров своего дела, для устроения скинии Божией. Но для этого он дал им Дух Божий и мудрость разумения. Но сейчас мы говорим о мудрости. Поэтому мудрость знает, как строить, где строить, что строить, когда строить. Что за дом она устроила? У Отца Небесного есть дом. Иисус говорит, в доме Отца Моего обителей много. Много мест обитания. Сын Его, Иисус Христос, живет в доме. И мы, как сыновья Божьи, в Сыне Его также живем в доме Его. В доме Отца. Где устроила дом премудрость? В доме Отца. Она учится сама от Отца. Потому что от Господа мудрость. В доме Отца одна из обителей Дома Отца. Это обитель мудрости. Дом мудрости. Это среда обитания. Это место обитания ее. Но также она устрояет дом, где, мы говорили, в нас также устрояется этот дом. Твердыня глупости должна быть свергнута, чтобы мудрость устрояла дом в наших сердцах и наших разумах. Второй стих. А, все тот же стих, вторая часть первого стиха. Вытесала себе семь столбов. Прошлая тема была «семь столбов премудрости». Мы говорили об этих семи столбах. Хочу обратить только в этом месте Писания на одно слово сейчас. Вытесала. Вытесывать – это трудоемкая работа. Где все лишнее стесывают с камня, к примеру. И удаляют, чтобы приняло, принимало вытесанное правильную форму. А правильная форма – это порядок. А порядок – это устройство. Устройство Божье совершается порядком Божьим. Где устройство Божье, там всегда будет Божий порядок. Праведность – истина. Чтобы то, что вытесывается, принимало истинный вид. Какой есть у того, у мудрости, кто собирает вытесывать, собирается вытесывать. Согласно чего? Дизайну. Дизайну. Премудрость имеет дизайн, проект, чертеж. Мы посмотрим позже. Она художница. Она архитектор. Мудрость знает конечный результат и будет совершать работу до полного ее завершения и приведет все в нас в соответствии со своим дизайном. Следующий стих. «Заколола жертву». Что она делает в следующем? «Заколола жертву». «Заколоть» – это убить. Это пролить кровь и возложить жертву. Убить для жертвоприношения. Это работа священническая. Это работа алтаря. В ее доме, в Доме Мудрости, есть алтарь, где жертва была принесена. Это духовная работа. Она знает важность, премудрость и цену жертвы и жертвенности. И она указывает всегда на великую жертву, которая была заколота Отцом на кресте, кто есть Иисус Христос. Она утверждает в нас мудрость. Результат и плод жертвы Христа. И она исполняет то, что было исполнено Отцом и Иисусом, соответственно, планов. Дух Святой, Дух Мудрости, Он знает прекрасно. Что сделал Отец и Сын. Потому что Он Сам принимал в этом свое участие. Растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Для чего принесена была жертва? Чтобы пить растворенное, некоторые переводы говорят, смешанное определенным образом, смешанное со специями, приправленное вино. Ингредиенты вина при мудрости – это Божьи качества и природа, и Божьи совершенства, и Божьи пути. И приготовила. Мудрость все готовит заранее. Для нас она все уже приготовила заранее. Она приготовила у себя трапезу, банкет, пир, обилие пищи. Что это? Это общение в духе, где мы едим и пьем слово и дух от Господа. Мудрость, она как посредница, устраивающая все, чтобы наше общение с Господом процветало и преуспевало. У нее преизобилие всего. Ты никогда не уйдешь голодным и жаждущим из дома при мудрости и раздетым. Она истинно насыщает, ибо у нее вдоволь разнообразной пищи. Чтобы питаться здраво, нужно питаться разнообразно. Где с определенным родом пищи приходят свои определенные элементы, необходимые для нашего возрастания и для нашего здравия, как физического, но здесь мы говорим о духовных аспектах. Потом мы читаем, что она послала слух своих с возвышенностей городских. Где эти возвышенности, мысли в разуме? Там мы слышим голос, посланных ею. И там мы слышим голос, которым она посылает нас, как слуг. Высшее проявление при мудрости. Это Господь Иисус Христос. Павел говорит, Он наша при мудрость от Бога и искупление, и освящение. И мы откликаемся на послание и становимся посланными глашатаями или глашатаями. И послание просто, кто неразумен, обратись сюда. Обращение это повернуться, идти в противоположную сторону, то есть покаяние. Искудаумному она сказала, Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. И ходите путем разума. А что такое разум? Это познание святого. Вот страх Господень, да, в Иове сказано. Истинная премудрость и познание святого тире разум. Вот почему мы читали в начале, где Бог говорит в Иеремии, что народ мой глуп, они не знают меня. Все проблемы и беды в нашей жизни от незнания Господа основные. мудрость мудрость тоже предлагает свои услуги и хочет привлечь к себе неразумных и скудоумных. У тех, у кого недостает мудрости, Иаков говорит, если же у вас недостает мудрости, да просит у Бога, потому что от Господа мудрость, дающего всем, всем. Бог хочет дать мудрость всем, без исключения. Он дает мудрость всем. Бог нелицеприятен. Дающего всем просто. Очень просто Бог дает. В простоте Он дает мудрость и без упреков, что немаловажно. Иногда мы боимся что-то прийти и взять или что-то попросить и взять даже у Господа, потому что мы не чувствуем, что мы достаточно квалифицированы и хороши для этого. И то, что Господь может упрекать нас в том или ином. Но здесь Иаков говорит, когда ты пришел к Богу и попросил мудрости, Он не будет упрекать тебя в содеянном в прошлом или укорять тебя за прошлые ошибки. Он не скажет, как мы иногда говорим другим, о, я же говорил тебе не влазить туда, я же говорил тебе этого не делать, а ты не послушал, мы укоряем упрекаем, хотя это само по себе большая глупость. Почему? Потому что когда что-то уже совершено и человек обратился к мудрости, он пришел к ней, обратился, он пришел к Господу и обратился, чтобы получить мудрость. это понятно, что он уже раскаялся в своем сердце, поменял свое мышление и поменял свои пути и желает изменения, то, что он сокрушается в содеянном и нет никакого смысла утяжелять его состояние какими-то упреками или укорами, но как часто мы это делаем и это глупо. Как говорят, после драки кулаками не машут. Что свершилось, что произошло, то, что было, то было. Все. Теперь мы обращаемся к Богу, чтобы Он дал нам мудрость, чтобы того, что было, больше не было. И чтобы было по-другому. И тогда с мудростью мы будем радоваться, и радоваться будет сама мудрость, и Господь будет радоваться, что мы будем работать с ней и с Ним. Мы приходим, чтобы познать мудрость и наставление. Писание говорит притчи, чтобы познать мудрость и наставление, то есть принять наставничество Божье посредством мудрости в свою жизнь. Мудрость наш наставник. Она наставляет нас. И мы будем ходить в послушании наставлением мудрости. Благословений всем вам. Для этого урока достаточно. Продолжение следует.